добрый день дорогие друзья мы снова на крыше авангарда и сегодня у нас появилась вот такая штука мы ее купили прям вчера вечером специально для съемок потому что мы не хотим уходить с крыши и будем сидеть здесь до последнего пока она будет позволять солнышко погода и вот эта штука и в гостях у меня сегодня мой коллега сергей слабунов сергей привет привет здравствуйте скажи тебе что-нибудь достается легкое мгновение небольшое обозначает чуть-чуть совсем да кстати говорили что при ветре она абсолютно бесполезна но мы будем думать что она нам как-то помогать и вот так периодически будем делать руками да можно купить просто мангал и в следующий раз над мангалом за мной шашлыки пожарить давай сбегаем быстро кто-нибудь сбегает за мангалом нет ну кстати вариант впереди зима да мы можем организовать и целую такую тусовку сергей я хочу сразу сказать почему я тебя позвала и почему я тебя считаю вангардным человеком мы с тобой близко прям незнакомы близко не общаемся мы друзья но я знаю что стоит за всем тем что у тебя сейчас есть какой труд я вижу то что ты делаешь и поскольку мы с тобой за одной сферой я понимаю что вы это вложено и отношусь с большим уважением вообще ко всему тому что ты делаешь спасибо правда это действительно так и я знаю что я знаю это не понаслышке что индустрия это не про большие деньги но огонь да вот как раз об этом то есть люди попав туда оттуда от нее могут из не выходят вот скажи сразу кто не сможет работать в нашей сфере никогда совершенно раз человек который придется с большими вряд ли получится потому что за этом вначале точно очень тяжело сложно факторов я думаю что наверное вряд ли будет то чем мы питаемся некой энергетики которые вот видим на мероприятиях вот если человек будет такой значит эмоционально равнодушный там без какой-то такой эмпатии наверно он тоже не сможет потому что такой вот легкий наркотик когда ты делаешь любой там сложный проект какой бы там не не знаю ночной монтаж сколько суток ты бы не спал ты видишь что вот это вот то что ты строил микро мир сказка она получилась удалась она радует людей ты видишь эту энергетику глаза улыбки как бы то есть это вот все тебя питается наверное если этим не питаться невозможно в этом долго находиться потому что ну стрессовость достаточно высокая это я тоже знаю то есть нам с тобой не грозит когда люди приходят с большими деньгами изучили бизнес ушли открыли свой да то есть у тебя были такие случаи ну вот прям вот в классическом понимании нет ну как любая компания там какая-то крупная там порождает какие-то там разные ответвления есть такие явления у нас прям вот чтобы тот из сотрудников взял пошел и отбил просто мне когда было кадровое место там на заре моей бизнес деятельности какие были попытки у людей например попроще а вот как раз про то что ну очень такая сложная внутренняя система которую мы сделали там любой проект в компании он проходит там через несколько этапов стадии когда люди видят всю машину которая работает там всю взаимосвязь так просто это вот повторить практически невозможно ты юрист по образованию у меня несколько образований как бы нормальная полноценная основное это юридическое да и даже работал в профессии плюс еще экономическое честно считаю что это очень такое образование было так себе несомненно я думаю тебе это все помогает деятельность креативное образование вот кстати когда ты выступаешь где-либо я всегда отмечаю что ты всегда используешь цифры данные графики прогнозы это вот прям действительно это нравится что если тебя позвали что-то рассказать то наверно просто какие-то истории но это странно наверно людям всегда интересно слышишь какие-то цифры какие-то такие факты я тогда странная у меня таких нет обычно ну правда я не буду тебя спрашивать как в тебе уживается вот креатив и цифры я хочу мне кажется это очень логично потому что как раз вот логика которая все что я получил там от от юридического образования это не знаю такая вот формальная логика и умение правильно упаковывать логические конструкции там все там не знаю вещи предметы и явления то что мы делаем на мероприятиях это плюс-минус то же самое то есть мы прогнозируем потоки людей их движения насколько им будет удобно как они будут воспринимать те или иные вещи то есть все таки это все завязано на мой взгляд на логике на логике восприятия на логике перемещения и соответственно если мы эту часть базу сделаем хорошо то все остальное уже будет неплохо точно какой момент ты понял что ты уже не сергей в своей компании выстрел в систему что ты не сергей там не серега там сережа сергей как отчество твой вот эта проблема для меня потому что сейчас у меня правда многие в компании называют по имени отчество нравится и наоборот никогда никому не представлялся по имени отчество вполне устраивает обращение по имени и периодически я как бы даже делаю какие-то обращения сотрудников что перестаньте меня уже называть по имени отчества мне это не нравится ну я просто слышал что тебя не так обращаются я периодически пытаюсь какой-то откат в их мозгах делать на эту цепь а я думал ты прям до какого-то там наоборот то что это напрягается то что интересно ты работаешь с супругой она тебя как называет на работе по имени не получит что я мучаюсь вспоминаю как отчество то и все не получит что я забыла и с памятью не проблем значит вот про супругу вы работаете вместе скажи дома запрещены разговоры о работе нет не запрещено это так или иначе там тоже наша жизнь нет какой-то такой пробуцию проблем на этот счет нам не помогает в чем-то разгружают решает какие-то там узкие темы в общем нет какой-то проблемы здесь вместе ли я в любом случае когда там какая-то мысль меня там занимает поглощает я этим делюсь как-то я там продумываю развиваю снова делюсь иногда мне даже там важный слух проговорить какие-то вещи чтобы там сам собой могу дискутировать докрутить докачать как бы то есть иногда не просто даже уже там не знаю слушатели которые в которую я могу поговорить слушать себя да 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 то есть вообще понять вот когда ты все это рассказываешь что любая там мысль она там как-то эволюционирует и ты видишь там правильный неправильный там что можно подкрутить что логично что не логично то есть девочки твои глядя на деятельность твою что говорят дочери мне кажется и вполне удобно потому что у них есть под руку на площадке возможности для какого-то такого там разноформатного отдыха хотя бы последний наш семейный такая небольшая вылазка когда мы сделали такой мажем на сонка это было прям вот в эти выходных дал тяжело а папе нужно было протестировать там новые новую локацию маршрут и соответственно всю семью потащил в городе всю семью потащил в такой вот небольшой экспериментальный поход забавно не ну это такая нечеток нагрузка легкая денег мне дети просто с детства работают они знают что к ночные монтажи будешь приобщать я бы да но они пока маленькие еще совсем то есть там сколько старше старше 11 младше 5 соответственно пока еще совсем да и старше тоже если твои девочки захотят сделать татуировку себе когда вырастут как отнесешься к этому как это их жизнь и их тело нет я думаю что а что не будет запрещено я переживаю что вообще сейчас мы там свои детей выращиваем но как-то слишком много всего им достается наоборот слишком много всего доступно и я переживаю что раз я ничего не запрещаю практически может быть я в этом не прав не знаю каких-то супер запретов у них ничего такого выдающегося нет а они спрашивают разрешение на что-нибудь ну такое там кардинальное ну не знаю ну или например спрашивают они тебе поможем сделать татуировку они тебя будут спрашивать не знаю поможете ну там пока 1 5 2 11 такие вопросы слава богу не возникало что там будет через пять лет я с вами гостями люблю фантазировать иногда там вопросы такие из области фантастики не боишься заболеть нет смысл как бы этого бояться тут уже беда и да да немного отвлеклась и вернемся к фантазии представь что ты празднуешь свой юбилей какой и на нем могут присутствовать работать абсолютно любые люди на этой планете от меня начиная и там до президента соединенных штатов кто ведет это мероприятие мне кажется что неплохо идет какие-то такие ярко ведет баракабана мне прям неплохо вот на стиле получается все если что едят гости что-то интересное что-то что должно их удивить то есть что мы там будем жарить что-то такое банальное но наверно нету да лучше чтобы это было что-то прям вот интересное вау и неожиданное главное блюдо ладно оставим на потом кто поет на этом мероприятие наступает вообще несколько лично у меня как бы музыкальные предпочтения они очень там разнообразные и там скорее мне может зацепить там какая-нибудь песня на этом нарепите там долго слушать в целом не знаю там часто слушаю касту ага есть там подборка розенбаума ага еще так записывайте кто то есть это ну нету какого-то таких вот жанра они очень разно плановые ну так значит резинбаум каста еще кого-то давайте позовем мария чайковская не самая известная исполнительница но периодически слушаю алкоголь какой будут пить я вообще не пью крепкого алкоголя но при этом я же скажу что если на юбилей гости то соответственно алкоголь должен быть разнообразный и удобный под них я думаю что так иначе там логично организовать некий бар где любят выборы коктейли и накопки по желанию гостей каких-нибудь там самоздельных как это называется самогон самогон ну еще раз я вообще равнодушен к алкоголю так а фейерверк будет честно я никогда не понимаю смысл фейерверков мне кажется что учитывая что как-то я работаю с бюджетом мероприятия всегда фейерверк это такая дорогая кратковременная достаточно однотипная вещь я бы всегда вот рекомендовал бы в сметах мероприятия заменять на что-то более интересное поэтому вряд ли я для себя бы делал фейерверк хорошо сколько лет тебе на этом юбилей который вот такой был бы фантастический в душе мне 14 поэтому 14 это юбилей поэтому можно 15 отметить и все ну просто я хотела тебе пожелать чтобы свой 15-летний юбилей ты отметил именно вот так вот теми ведущими я достаточно спокойно своим датам и событиям когда-то грандиозно не планирую я не хотел отмечать потому что мне кажется чествование себя это странно но это все равно же люди тебя поздравляют все равно же ты желающих которые тебя поздравили делать это как-то помпезно широко мне кажется это странно просто лишила барака обамы корпоратива тем не менее пусть все дни рождения будут тебя приятные яркие красивые душевные я тебе предлагаю ответить на вопрос моего предыдущего гостя из коробочки потом ты уже придумал свой вопрос это не на гамбург тебе вопрос подготовила читает в какую эпоху вы хотели попасть и кем в ней прожить при посаде я хотел попасть в любую эпоху интересно какие-то новые вещи но наверное хотелось бы чтобы все-таки эпоха была максимально динамичной наверное если говорить как бы там про ну про россию то на мой взгляд там наиболее все-таки там динамичный период это был конечно же направление петра первого и соответственно тут в них изменения реформ который проходил мне кажется вот интересен он другой период наверное еще был бы там интересен там время когда правительство российской империи возглавлял стал и пин там эти там реформы которые он делал тоже очень очень интересный период когда проходил что-то динамично чтобы быстро что-то развивалась а чем ты там занимался я думаю что нашел бы как себя применять я знаю что мы дарите какую-то штуку для телефона все страдают мучиться пытаются понять и никого не получается никого не получается все верно отлично что ты смотрел и знаешь что тебя ждет но для тебя я подготовила другое издевательство прости пожалуйста держи собственно вот а кстати это реквизит для подарка открывай пока баланс и гармония сейчас смотреть как сергей справляется с подарком другим да кстати ты вот сказал про легкие напитки это напиток с моей родины отлично поэтому именно вот такое нужно мне говорить что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью нужно да в общем это реквизит для подставки какой-то давай мы немножко тут встали ой слушайте здесь так тепло что здорово бери реквизит бери подарок пробуй знаешь как это работает надо что-то вставить куда-то видно там ага не так а как хорошо что ты не знаешь пробуй нет 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 что должно получиться а вот баланс и гармония должна получиться соединить это как-то обязательно а ну видимо вот как-то вот так слушай догадался браво просто супер ты знаешь сначала ты начал делать как все вот это вот вот это туда сюда а потом раз и сработало ну в общем я желаю тебя что у тебя всегда в душе был баланс гармония успехов во всем спасибо что ты пришел спасибо с большим уважением и радостью всем спасибо мы побежим греться в офис да все хорошего дня пока пока да еще вопрос надо написать